Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно я с этой трибуны выступаю больше как практик Поэтому вопрос попытаюсь рассматривать с практической точки зрения Ну а вообще хотел бы немножко отвлечься и сказать, что сегодняшнюю лекцию я хотел бы посвятить больше искусству Потому что с этой трибуны все больше про политику и экономику Ну и про такие вещи, которые, конечно, связаны с рабочим движением Но вот я хочу немножко остановиться и рассмотреть, как-то прикоснуться к великому, к искусству В общем, моя тема называется «Формальные и неформальные забастовки» Ну и где мы часто встречаем такие слова Ну обычно как мы говорим Ну ты формалюга, батенька Ну и противоположное мнение, которое бывает Ну ты не формал Поэтому в бытовом общении, понятно, эти слова нам всем очевидны Я, например, сталкиваюсь очень часто, когда, например, хожу Оформлять какие-нибудь бумаги, субесы или еще куда-нибудь Принесите еще одну бумажку, принесите еще одну бумажку Ну и то есть ты ходишь, каждый раз приносишь бумажку И когда выходишь из кабинета, вечно остается осадок И хочется сказать, ну тут бюрократы, формалисты развелись У вас не хватает на вас сил Вот Ну это вот такой отвлеченный вопрос Но на самом деле он такой глубокий Потому что найти понятие, что такое вообще формальность Да и что такое форма На самом деле не оказалось не так-то легко Вот Но так как я был приобщен в свое время усилиями фонда Рабочая Академия Будучи рабочим докером Вот Такому, скажем, искусству великой книги Вот Наука-логика Ну я решил посмотреть, что же там говорится Начал листать, листать, листать Вот Ну и дошел только где-то в середине Во второй книге Вот Даже для себя выписывал учение О сущности эта книга называется Вот И там в главе третьей определение, что такое основание Но так как я философ, считаю себя философом становления Вот Я осилил только одну истинную категорию становления Я решил оставить это профессорам Вот, чтобы они уже как бы с научной точки зрения определили, что же такое есть форма И что же такое не форма Но как в биолектике тут сразу же видно, что формальные и неформальные забастовки И тут уже какое-то звучит не И соответственно здесь есть какое-то противоречие Ну и как философ становления, да Всегда нужно искать, где же там противоречия Вот И в чем они Поэтому я все-таки отойду от этого И буду немножечко как бы больше с практической и житейской стороны К этому вопросу подходить Вот Ну а начать я хотел Тем более начать вообще лекцию Еще это такая вступительная часть была А начать лекцию хотел бы еще Что мы сейчас живем в обществе демократическом, буржуазном Вот И соответственно сейчас такое время Как раз преддверия выборов И все это у нас политическая жизнь активируется Ну то есть происходит бурление всевозможное Да Ну вот может быть еще и с точки зрения Это посмотреть Вот С таким Ну как бы взглядом на это На самом деле если мы возьмем Ну что такое Ну то есть в нашем обществе Какие основные документы Это конституция Да Ну и соответственно касаемо работника труда Это что? Трудовое законодательство И вот если вы откроете эти такие столпы Ну это правовые Да То вы там найдете Что действительно в нашем обществе демократия Что у рабочих действительно много прав Ну право основное на труд имеется Имеется, никто не отрицает Право на забастовки имеется Это тоже нельзя отрицать И все они прописаны именно В таких вроде как законодательных актах Но мы должны осознавать и понимать Что такое закон Да То что это Вернее право Да Это Реализуемо в законе воля господствующего класса Вот И поэтому С точки зрения И рабочего И наверное Человека И с точки зрения Государства В принципе здесь Как бы 50-50 На каждом находится Как говорит трудовое законодательство Вы здесь партнер Вот То есть пожалуйста Государство говорит Что его каждый Волен Если он желает Отстоять свои права Вот Они у нас есть Вот Прописаны они в законах И пожалуйста Действуйте Вот По поводу конституции Да Вот здесь Это есть 37-я статья По поводу трудового законодательства Там есть Целая Глава Которая посвящена Разрешению Коллективным трудовым спорам Есть у нас закон На профсоюзах То есть государство Так сказать Ну Не запрещает ничего Она у нас демократическая Вот Но оно Имеет репрессивный аппарат Вот Мы все знаем Что такое государство Это диктатура Вот Здесь По словам диктатура У нас Подразумевается демократия Наверное Вот Поэтому Если кто-то что-то нарушает То соответственно Встает что Репрессивный аппарат На защиту этого государства Ну а репрессивный аппарат У нас Такой вот Можно сказать Имеет Ну Касаемо неправосредственно Работника труда Это Кто? Суд То есть суд Волен рассмотреть Заявление работника Или рабочих В лице представительного органа Профсоюза И решить Законные Или требования Или законные Или законные Забастовки Которые они проводят Вот То есть Если это Незаконно То соответственно Что происходит Мы имеем В резюме Что ваша Забастовка Незаконна И Вплоть до того Что вы можете Работодатель Может потребовать Возместить ему Ущерб Нанесенный Незаконной Забастовкой То есть Строго стоит Государство И смотрит За этим Порядком Вот Но я хотел бы Здесь тоже остановиться У нас Судебная Система Она Ну если вспомнить Что олицетворяет Систему Правосудия То это У нас там С весами Стоит Девушка И кто на эти весы Какой вес он Аргумент бросит Тот и Выиграет Вот Ну Назад у нее Закрыты И истину То она не видит Вот Поэтому Большие сложности Когда вы приходите В суд То Судья Это Больше всего Арбитр И вот Он смотрит Как тут Кто Борьба Как происходит И кто Какой весом Аргумент Принесет И вот так Взвешивает Взвешивает И так вот Ну понятное дело Из практики Я могу сказать Если уж Вернуться К практике То Если дело Касается Трудового спора Крептивного Трудового спора Особенно ее Ну такой Последние Фазы Забастовки То в большинстве Случаев На нашем опыте Забастовки Признавались Незаконными Вот Были случаи Когда вернее У нас скажу Забастовки Признавались Незаконными Вот Но В основном Конечно же Мы Так как Граждане Так скажем Которые не нарушают Порядок Которые Чтят закон Понятное дело Что Наш Отдел У нас в профсоюзе Существует И существовал Но сейчас он по-другому Называется Раньше был целый отдел Профсоюзной организации Наш Консалтинга Правовой И там Значит Председателем Возглавлял ее Константин Васильевич Федотов И вот Это была Строгая установка На то Чтобы Строго Строго Соблюдать Все Положения Законов Иначе Вы можете Положить На этом Больше Много усилий Много пройти Всех инстанций И если вдруг В каком-то документе Вдруг окажется Не там Где-то запятая А там Вплоть до запятой Нельзя помиловать И так далее Если вы там Не там поставите То Все усилия Которые Трудовой коллектив Ну то есть Нес 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 И вы можете Столкнуться с тем Что получить В резюме Забастовка Незаконная Вот Поэтому у нас была В профсоюзе Всегда Жесткая установка Это Соблюдение Закона Формальной Ее стороны Вот Поэтому Мы от этого Не отходили Поэтому что На сегодняшнее время Я думаю Что любому Ну Работнику Или Скорее всего Это касается Конечно же Организованной Борьбы Профсоюза Который Все таки Нацелен на борьбу И на отстаивание Интересов Рабочих Ну я должен Имеет Вернее Сегодня Достаточно Много Материала И возможности Ознакомиться С тем Как эту Забастовку Организовать По закону Потому что Ну например На сайте Фонда Рабочей Академии Есть Такая Брошюра Которую Разработал Константин Васильевич Федотов Михаил Васильевич Попов Она называется Коллективные Трудовые Споры По заключению Коллективного Договора Или соглашения То есть Там попутно Все расписано И достаточно Ее открыть И так вот Ну вот Да спасибо Вот даже Прямо здесь У меня В руках Она называется Ведение Трудового Спора За заключение Коллективного Договора И соглашения Она была Ездана В 2005 Году И как раз Она Ездана Ну то есть Весь материал Он как бы Базируется Не базируется Основа Состава Как раз Мы в это время Находились В коллективном Трудовом Споре То есть На самом деле Вот Материалов В плане Того Что Провести Забастовку Законно По правилам На самом деле Не должна Возникать Трудностей Это так Если ты Откроешь Книжку И ее Прочтешь На практике Конечно Все это Не так Просто Вот Ну и Все-таки Сейчас Оттолкнусь И вернусь К тому Что я Сказал Об искусстве А где же Тут Ваши Тезис О том Что лекция Будет посвящена Искусству А вот Вся остальная Часть моей лекции Как раз Будет Наверное Соответствовать Теме Ну вот Я хотел бы Привести Спросить Наверное Здесь многие Знают Что такое Шахматы Что это За игра И В этой В шахматах Существуют Правила Вот Но удивительным Образом Почему-то Всегда Один Выигрывает А один Проигрывает Вот Причем При том Что Все Играет По правилам Поэтому Если Оттолкнуться От того Что Некоторые Считают Что Законы Говорят То Что Нам Нужно Делать То Это По моему Убеждению Наверное Неправильный Посыл И неправильное Понятие То есть Ну Это Большая Наверное Теоретическая Ошибка Скорее Всего Законы Говорят О том Что Нельзя Делать Ну И у нас Есть Такое Все Наверное Знают То Что Не запрещено Законом Разрешено Вот То Есть Реализация Требований Которые Выдвигаются Как раз Такие Сталкиваются С тем Что Объявить Забастовку Ну Формально Можно И формально Это Осуществимо А вот Как Добиться Результатов И как Получить Результат Вот это Как раз Таки На мой взгляд И по моему Убеждению Должно И Похоже На шахматную Игру Мы Партнеры Садимся За стол Переговоров Ну и В общем Такие И потом Из этого Все И вытекает Вся наша Игра Вот Ну В общем Если взять По процедуре Да Значит Мы Перед тем Как Выдвигать Требования Всегда Значит Садились И формулировали Требования Ну Еще Вот Хотел бы Остановиться На том Что Мой опыт Рабочий И профсоюзный Связан Не только С остановлением Профсоюзной Организации Она там У нас Организовалась В 90-х годах Вот Но и С развитием Конечно же Его Ну и Немножко Может быть Другое Время К чему Я хотел сказать То что У нас Может быть Конечно же Различие Ситуации Которая Была В тот Момент Когда я Занимался Профсоюзной Работой И на Сегодняшний Момент Но законы Они практически Остались Без изменений То есть Вот Для того Чтобы начать Организовать Забастовку Нужно Знать Как это Сделать А вот Теперь По поводу Второй части Как ее Проводить Вот Значит У нас Было Много Случаев Ну то есть Несколько По моему Случаев Когда Ну давайте Вот так Представим Гипотетически Да О том Что Вы Подготовились Выдвинули Требования У вас Прошла Примирительная Комиссия Хотел Остановиться Как раз На Примирительной Комиссии Тоже Немножечко Да Вот Сообразуясь С положением И законом Да То есть Выдвинули Требования Работодатель Должен С вами Сесть За стол Переговоров Вы должны Предоставить Как это Своих Представителей Ну вот Из практики Мы всегда Старались В эту Комиссию Как можно Больше Заключить И сдвинуть Ну то есть Предложить Своих Рабочих Вот Как можно Больше Для чего Это нужно Почему То есть Это Дает Возможность Какую То есть Переговоры Могут Длиться Три месяца Работники Освобождаются От работы Работодатель Им платит И задача Которую В принципе Должен Формулировать Профсоюзный Орган Перед Извобожденными Своими Работниками Это что Это работа С массами То есть Пользуясь Тем Что работодатель Дает Время То есть Работники Должны Непосредственно Приходить В коллектив И непосредственно С коллективом Общаться И разговор Вести Как проходят Переговоры Но даже Не как Проходят Переговоры Они должны Их убедить И это доказано На протяжении Нашего Опыта Что Обычно Когда начинает Работать Комиссия То есть Она в итоге Приходит Практически Всегда К протоколу Разногласия Но Нет такого Чтобы работник Вернее Работодатель Согласился С тем Что Работники Требуют Заключить С ним Коллективный Договор В котором Вы прописываете Улучшение Улучшение Условий Труда Там Механизм Повышения Реального Заработной Платы И так далее И так далее То есть Вы приходите К нему И говорите О том Чтобы он С вами Поделился Но это Правда Звучит Как-то Не очень Со стороны Работодателя Правомочным Естественным Поэтому Ждать От того Что Работодатель Скажет Какие Вы молодцы Я вас Так долго Ждал И сейчас Мы здесь Подпишем Соглашение Я думаю Что вы С энтузиазмом Будете На мое Благо Работать Не приходится И не приходилось Нам Обычно Это заключалось Тогда То есть Вы приходили Садили за стол И слышали Рассказ О тяжелой Непростой Жизни Работодателя О том Что ему Вот тут Кредит Не дают Вот там Собственник Требует Деньги На яхту Что вот У него Цель Какую Он ставит Перед собой А может быть Он ставит Нам как-то Было сказано Что вот Стать первым В списке Форбс И так далее И так далее В общем Это такой вот Предмет Беспредметный Такое Время Препровождение Можно сказать Да Поэтому Вот это Некоторые считают Что вот Мы там сейчас Что-нибудь Сделаем То есть Это на мой взгляд Наивное полагание О том Что вы В этой комиссии Добьетесь Каких-то результатов Результат один Это Протокол разногласий Ну вот А пользуясь Вот этим временем Как раз таки Нужно ходить В трудовой коллектив И его убеждать Что в том Что эта Примирительная комиссия Неизбежно приведет Протокол разногласий Если мы хотим Чего-то добиться Что нужно сделать Нужно готовиться Готовиться К чему К забастовке Ну вот Хотелось бы Остановиться Еще может быть На забастовке Вот Перепрыгну Может быть Это так Кусками Скачу Может быть Но хотел бы Еще сказать О том Что на самом-то деле Ну что такое Забастовка Она же прописана И в трудовом Законодательстве Это Сейчас если вспомню Это Полное или частичное Прекращение работы Вот И когда вы приходите К работникам И говорите Что вот Нас работодатель Толкает На такие экстремистские Ну не экстремистские Конечно же Вот на такие шаги Как все-таки Нам придется Вот Примените И мы неизбежно Туда придем К забастовке То работников Зачастую В какое понятие Забастовки Это как раз таки Вот мы сели Ждем Пождем Ну вот И Ну как же Он понесет Большие убытки И так далее И так далее То есть вот это Вот неправильная позиция Не то что неправильная позиция А вот это мнение О том что Так ты сел И работодатель Испугался И что-то Быстренько С тобой там Подпишет Какую-нибудь бумажку Это все наивно Наивное полагание Так не происходит Приходится их убеждать Это мы Много раз проходили В том что Уважаемые работники Что у работодателя Есть Большой запас Который он хранит Далеко отсюда В офшорах В других странах И вы никогда Не узнаете Сколько у него На самом деле денег Но у него денег Так много Что даже Форбс пишет Что он там На каком-то месте Вот Поэтому полагать Наивно о том Что вы Своим сидением Добьетесь чего-то Это такое Не приходится Поэтому приходится Тут же Говорить о том И предлагать Работникам Подумать А как же В каких формах Мы можем Провести Коллективные действия Вот И это значит Примирительная комиссия Это пожалуйста По закону Работодатель Грамотный И умный Идет на это Безграмотный И отказывается Виляет Вот Уходит от этого Приходится Работникам Что делать Обращаться в суды Чтобы принудить Работодателя Сесть за стол Переговоров И у нас Даже после этого Как-то В административном Кодексе Даже у нас Есть статья Вот Об уклонении От ведения Коллективных Переговоров Вот То есть Работодатель Ну ладно Вы и так Его посадили За стол Переговоров Но итогом Я говорю Что всегда Является Протокол разногласий Ну и дальше Что дальше Вы двигаетесь То есть Вы где-то По формальному Пути Вот По формальному Пути Вы прошли Этот путь Небольшой Отрезок Пути Да И дальше Вы значит Сталкиваетесь Что есть Протокол Разногласий Неурегулированные Разногласия Что дальше Это Выдвигание Выдвижение Требований Да Ну вот Выдвижение Требований Тоже на самом деле Кропотливая Непростая работа Потому что Выдвинуть Требования Может и Профсоюзная Организация Если она Там На предприятии Занимает Свой состав Объединяет Больше Пятидесяти Процентов Рабочих Но это На сегодняшний День Вы мало Стретите Профсоюзных Организаций Которые Объединяют В своем составе Больше Пятидесяти Процентов Рабочих Обычно Это меньше Поэтому Для этого Придумана Конференция Работников Конференция Работников Это что Такое То есть Ее нужно Созвать Определить Кто Полномочия Это конференция Не полномочия Вернее А делегатов Количество Делегатов И заниматься Организационными Вопросами И вот Тут тоже Такой вопрос Кто этим Занимается Если вдруг Профсоюз Упускает Инициативу И отдает Эту наутку Работодателю То понятное дело Что Конференцию Которую организуют Как говорится Кто девушку заказывает Тут с ней танцуют Так скажем Так и здесь происходит И это у нас Были такие случаи То есть Нам есть с чем сравнить Когда профсоюз Собирал Когда профсоюз Вернее Собирал Конференцию И когда Конференцию Собирает Работодатель Ну понятно Что если работодатель Собирает Конференцию То он там Принимает Те решения Которые ему И необходимы Хорошо Берем ту ситуацию Когда Профсоюзная Организация Сплоченная Боевая Которая Смогла Собрать Конференцию Вот Когда Выдвинули Требования И дальше Вы уже Там Эти требования Предоставили Работодателю И Заявили о том Что Там уже Идут другие Переговоры По урегулированию Разногласий Предположим Что они Тоже прошли Вот Я хотел сказать Как раз Вернуться К теме Суда О том Как у нас Фемида Закрытыми глазами И что она Там Извешивает Вот У нас Частик Был В истории Профсоюза Случай Когда Вот Мы уже Прошли Все процедуры Вот И Было Объявлено Забастовки Вот И Был Назначен Уже день Проведения Забастовки И работодатель Побежал В суд С какой Целью Понятно Да Признание Забастовки Незаконные То есть Он прибежал Быстренько В суд Вот Дал документы Ну мы понимаем Какой суд Городской Который Здесь По месту Да Свой Родной Близкий Вот И Что делает суд Суд выносит решение О приостановке Забастовки До выяснения Правомощности Или неправомощности Забастовки У нас Такая Приостановка Забастовки Была То есть Мы Например В понедельник Ее обозначили А во вторник Мы получили Ну предположим Уже решение Причем Это решение Быстро Если вы С каким-нибудь Другим вопросом Придете В суд То это У вас Займет Достаточно Длительный Процесс Но в этом Процессе У нас Фемида Работает Достаточно Быстро Шлеп И все Вам решение О приостановке Забастовки До выяснения Обстоятельств Но здесь Тоже Есть такие Подводные То есть Я говорю Что Вся жизнь Наша Именно Проведение Коллективных Действий Это сродни Искусству То есть Например Наши ребята Они что сделали В свое время Они осознавали Понимали Что скорее всего Будет такой Путь развития Они пришли С бумагой В пятницу А по закону По моему За три дня Вы должны Оповестить Работодателя О начале Забастовки И вот в пятницу В конец Рабочего дня В администрацию Приходят И приносит бумажечку О том Что у нас В понедельник Такого-то числа Начинается Забастовка Для чего? Для того Чтобы как раз таки Не было возможности У работодателя Суббота Вроде суда Не работает Воскресенье суда Не работает Вот так вот Чтобы он Немножко Понервничал Тоже Тоже всегда интересно Не все же работнику Там Нервничать Это такой вот Тоже Отход По формальному признаку Получается всегда Следующее То что Даже если вы Пройдете все инстанции То есть Вы должны быть готовы К тому что Вы получите В резюме Приостановку Забастовки До рассмотрения Вопроса По существу Вот Но Вернемся теперь Обратно Немножечко Почему? Но это же тогда А вот это время Как раз таки Не ограничивает От творчества Самих работников Которые могут Когда уже с ними Проведена работа О том что Они осознают Что Ну Своим сидением Они мало чего добьются И что необходимо Принимать Какие-то шаги Вот То Как раз таки Вот и Такой вот Момент творчества И настает Для работников То есть Например У нас Было принято решение О том Какая форма Забастовки Это очень важно На мой взгляд Я не знаю Не встречал Например Может кто-то Так же нас уже Ну Наш опыт Этот воспринял О том Что мы В свое время У нас Забастовка Была Поэтапная То есть Сперва Была приостановка На полчаса Вот И мы делали В течение смены Каждая смена Должна была Остановиться На полчаса Потом Значит Через какой-то этап Мы своего работодателя Уже как бы Подготовили С тем Что будет И дальше продолжение То есть Мы не хотели Главная задача Еще в том Что в этой ситуации Работодатель Всегда Показывает Негативную сторону Профсоюза То что Вот эти баламуты Они У них какая-то Другая цель Которая оторвана От интересов Рабочих Они реваншисты Они Провоцируют Работников На то что Ну вот смотрите У каждого семья У каждого кредиты Каждого так далее Пятой-десятой То есть Многие Аргументы Вам могут привести Работодатель Это у них Неплохо работает Так То есть Такая вот Сторона То есть Они имеют Возможность Тоже общения С коллективом Ну вот И Попытка запугать Работников Она вот Имеет место Всегда быть Вот Поэтому Вот У нас У нас были Вот такие Вариации Да О том Что Придумать Такие формы Коллективных Действий Которые Понятное Дело Что теряет Работник При любых Коллективных Действиях Работник Теряет Но задача Свести Сминимизировать Эти затраты Или убытки Самих работников Вот такую Задачу В свое время Хотя я могу Сказать Очень сложно Эта задача Проходила И в Саном Внутри Профсоюза Были противники Были сторонники Этой позиции Борьба была Внутри Профсоюза Но все-таки Место Было Проведение Именно по такому Сценарию Забастовки А вот теперь А что же делать Иногда Хотелось Остановиться По поводу Того Что Это хорошо Тем Кто может Забастовки Провести А вот Есть категории Работников Которые Вообще Не могут Провести Забастовки И Я хотел Тут Я думаю Что многие Наверное Уже С этой Трибуны Слышали О том На мой взгляд Не то что Неоценим Может быть Наверное Я считаю Что он Как раз Таки Оценим Результат Вернее Вклад Который Внесли Авиадиспетчеры В рабочее Движение То есть Можно Представить О том Что Ну тебе Хорошо Когда тебе Разрешают А когда тебе Не разрешают Забастовки Тогда Что делать И тогда Вот возникает Как раз таки Вот это Творчество Проведения Неформальных Забастовок Ну По поводу Неформальных Забастовок Мы знаем Что у них Проходили Непрекращающиеся Профсоюзные Собрания То есть Люди Сидели На профсоюзных Собраниях Не уходя С рабочего Места Мы знаем Например О том Что Так как Они сопроженены С тем Что Для допуска Для работы Они должны Проходить Медицинскую Комиссию И для этого Очень важно Состояние Ну как Посадить Больного Авиадиспетчера За управление Воздушным Транспортом Понятное дело Вот У них Значит Были объявлены Голодовки Мы знаем Что эти Голодовки То есть Рабочие Просто начали Проведение Голодовки И соответственно По состоянию Здоровья Не по медицинским То есть По медицинским Показаниям Они Из-за того Что работники Не желали работать Они их Отстраняли От работы Вот Тот Удивительный Факт Не факт А вот История Когда Председатель Авиадиспетчеров Авиадиспетчеров Ковалев Выходя Из суда А суд Был Вынесен Решение Не помню Каким Именно Судом О том Чтобы запретить Авиадиспетчерам Голодать Он вышел И говорит Что ребята Ну это конечно Мы этим Конечно Запретим Голодать Но вот О том Что никто Их не запретит Переедать Это конечно Тоже Удивительно То есть И мысль Вот эта Творческая Не стоит На мере Не хотите Голодать Мы Божалуйста Не будут Переедать Вот Или например Также Применение Здоровительных Спартакиад Когда работники Перед тем Как Начать работу Бегали Кросс Потом Мерили давление Им тоже Не были То есть Допуск Работы То есть Это вот Тот Потенциал Который Наработан На мой взгляд Не полностью Недооценен Вот На практике Неформальных Неформальных Забастовок Могу сказать То что у нас Например В порту Была Одна из форм Таких То есть Порт Это Сложное Предприятие Где Производственный Процесс Еще заключен Не только На берегу Но и с тем Что грузится Судно А грузится Судно Оно при помощи Кого? Оно при помощи Крана И получается Так что Главным Звеном В производстве Становится Непосредственно Крановщик И вот На его плечах Так можно сказать Лежит Вся Цепочка Производственная И если ты Вдруг Это главное Звено Уберешь То что Получается Не грузится Судно Ну и у нас Была договоренность Например Что мы Обращались Крановщикам О том Что Ну докер Сложная Работа И вообще А если Это Лето То Тут вроде Как И дач Не зезон Не за горами И неплохо Было бы Позаботиться Вообще Крановщикам О своем здоровье А Крановщик Должен сказать Тоже имеет Определенную Вредность Он сидит На высоте Он сидит Ну то есть Там Не такое Что сидишь Дышишь Морским воздухом Вокруг тебя Тут что-то Пошумеет Тут Там шумят Двигатели Электродвигатели Там Поля И вибрации И много-много Чего-чего То есть На самом деле Крановщику Который проработал Много лет В портуне Составляет Большой сложности Обратиться К доктору И доктор Всегда Найдет Что-то такое Что Ну как бы Опасность для здоровья Может составлять докера И даст ему больничный Крановщику И у нас вот так вот Произошло То есть Некоторые Мы договаривались Ну Сперва Как бы Было Как из пробных вариантов Мы 50 на 50 То есть Какое-то количество Так вот Договаривались И доктор То есть Крановщики Выходили Вот Из этого дела И понятно Что вот Что происходит Ну Главное Что в порту Это погрузить судно И там Премии За Ускоренную Погрузку Судно А также Есть штрафы Тоже небольшие За несвоевременную Погрузку Судно И здесь На самом деле Начинают Подпрыгивать Работодатели По причине Того Что вы не Посадите На кран Первого Попавшегося Крановщика Ну Как рабочий Как все знают То что Например Я пришел Когда в порт Мне сразу было заявлено Что докером Мы тебя будем считать Через 10 лет Ну А пока ты В становлении Докер в становлении Так скажем Вот И я потом понял Что на самом деле Что Ты можешь почувствовать Себя докером Проработав Вот На предприятии Где-то длительный промежуток Времени Так как Крановщиками Есть крановщики От бога Которые могут Спичный коробок Прикрыть Так скажем Гений Вот А есть Ребята Мастера Которые могут Не поймая Качку В борт А потом Пробоина А потом Судно Встает На долгий ремонт И так далее И так далее То есть Нюансов Очень много На производстве И производство Чем оно Интересно Тем что Есть вот столько Всего Неожиданного За что Можно Подергать Работодатели Вот Работодатель Сегодня Что это Такое Еще Это Не Производственник На самом Деле А работодатель Сегодня Зачастую Многие Сталкивались И мы Прошли Это Да У нас На начальном Периоде Почему мы Так Достигали Может быть Успехов Почему Потому Потому Что За столом Переговоров Всегда Был Специалист Что Такой Специалист То есть Например Человек Который Закончил Специализированный Вуз Например Академии Макарова Одесскую Университет Морской То есть Мы Видели Перед Собой Специалиста С которым И так Было Тоже Легко Общаться Потому Что Он Знал Производство Он Знал Его Нюансы Он Знал Тонкости Его А Сегодня Это в большинстве Своем Экономисты Которые Знают Дебет Что такое Знают Кредит И знают Главное Слово Для Экономиста Это Экономия Вот Поэтому В части Производства С ними Разговаривать И Вернее Проводить Неформальные Коллективные Трудовые Споры Легко Вот Зная Непосредственно Нюансы Самого Производства Вот Поэтому Что еще Касаемо Непосредственно Неформальных Таких Шагов Или Действий Это Вообще По сути Можно отнести Вот К неформальным Действиям Это Так называемые Итальянские Забастовки То есть И это На самом деле У нас Практиковалось И тоже С большим Скрипом Вот Объясню сейчас Почему со скрипом И почему На самом деле Это фиктивно Вот Первое То что Так как мы вышли Из Так скажем Эпохи социализма Где главный Был человек Труда То Человеку Которому Я молодой Пришел У меня сознание Было такое Революционное Переломное Потому что Я Родился В 69 Году Да Школу Закончил В 80 Годах И вот Как раз Были Самые Революционные Анти Революционное Время Когда сознание То есть Была попытка Изменить сознание И у меня У молодого Конечно же Попытки В моей голове Она так Была Здесь одно Здесь другое Но такая Каша Конечно Она проходила И когда я Пришел в порт И поработал Она у меня Так это Нормализовалась То есть Вошло Сказать В свое русло А вот Люди Которые пришли Которые работали Вот ветераны Да Старики Они по другому Работать не могли То есть Им сказать Ребята Давайте Мы будем С вами Работать По правилам У них Для них Это было Всегда удивительно Заставить их Это Сорганизовать По правилам Они всегда Были готовы Поработать И отдать Свою жизнь Отдать Себя Для Страны В свое время Да Давай 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 Они не могли Сидеть Для них Было Противоестественно И Среди них Организовать Итальянскую Забастовку Но это Было Очень Сложно То есть Убедить Его Давай Ты приди Посмотри Технику Ты там Пойди Посмотри Ну Давай Работать По правилам Тебе же Не положено Забираться В вагоне Или Толкать Вагоны Должен быть Сигнальщик К сигнальщику Должен быть Стивидо Но много Нюансов Производственных Которые Должны быть Они Нет Они Этого Не понимали Вот Поэтому Мы проводили И у нас Значит Так как Производство Чем еще Порт Оно же Связывает Не только С морской Транспорт С берегом Да Он связывает Еще и Железнодорожный Транспорт С берегом То есть У нас Как бы Две Такие Основные Работы Это Перегрузочная Это Вагонная Называется Операция И операции Судовые Вот И когда Вдруг Вы По каким-то Техническим Причинам Сперва Выгрозили Несколько Вагонов А на завтра Еще меньше А на завтра Еще меньше Произошло Происходило Такие ситуации Когда у нас Происходила Закупорка Всех Подъездных Железнодорожных Путей И тогда Уже Неизбежно В этот момент Включался Уже Город Городские Власти Включались И мы В лице Городских Властей Тоже имели Какую-то Определенную Поддержку В плане Того Что они Начинали оказывать Давление Непосредственно На работодатель А да Михаил Васильевич Здесь подсказывает Благодаря Можно сказать Докерам Был построен Авиадук У Автова Если кто Там проезжает По Старопетерговскому Шоссе Там сейчас Авиадук Стоит чудесный И он проскакивает А кто Уже пожил В Ленинграде Помнит Наверное Этот шлагбаум Который Перекрывался И когда Вдруг Там Стоит Город Почему Потому что Вагоны Толкают Туда Сюда Туда Сюда И благодаря Этому Город Был Подставлен Перед Фактом Что необходимо Строить Биадук И так Что в этом Есть И наши Заслуга Ну то есть Вот такой Вот еще Аспект Неформального Отношения К забастовкам Ну вот Хотел бы По поводу Еще хотел Два аспекта Неформальности Таких осветить Вот Это первый Такой вот Момент Когда мы Находились Коллективно Трудовом Споре Он был Подписан И Ну Жесткая позиция У нас Произошла Смена Собственников Появился Значит Начала Происходить Консолидация Акции Москового Порта Появился У нас В порту Господин Лисин Владельцем Стал Акции Москового Порта И он Начал Проводить Свою Политику Он привык У себя С металлогами Общаться Вот И у него Там Не забалуешь Особо То есть У них там Все поставлено Как это говорится Он сказал Все сделали А здесь Он натолкнулся На такую Ситуацию Непростую Его менеджеры Руководящие Столкнулись А здесь Оказывается Есть профсоюз И есть работники И они тут Имеют наглость Обращаться В суды Отстаивать Какие-то интересы Что-то требовать В конце концов И мы очень долго С ним бодались Очень с ним бодались И вот На мой взгляд Одна из таких Вот Так скажем Одна из переломных Моментов Было Когда Мы Решили Написали Письмо Президенту О том Что вы знаете Товарищ президент Порты Вообще-то Такие Стратегические Объекты Что Доверять Работодателям Которые Не умеют Общаться С работниками Это вообще-то Предприятие И вот Это слово Национализация Конечно Тоже так Понятное дело Что Она прозвучала Она была запущена Средством массовой информации И на мой взгляд Сыграла тоже Немалую вещь Это вот Как форма Да То есть Она формально Нет Она не формально Письмо Ну кто запрещает Кому писать письма Никто же не запрещает Ну вот Мы такую форму взяли И написали письмо Вот Понятное дело Что Дошло Не дошло Как Что Ну второй Ну Свой Эффект Конечно же Такие Он имел Дошло С Лизиным Встречался Путин Да Дошло Наверное Вот Михаил Васильевич Наверное Да Может что-то По этому Сказать Но я могу Тоже сказать О том Что Результат Поимел И действия Вот И Такие То есть тоже Штрихи Я вот В качестве штрихов Говорю Да По поводу Неформального Отношения К коллективным Действиям Да Второе Неформальное Тоже на меня Глубокое впечатление Оставило Когда Ну например В законе Забастовках Написано Что в Момент проведения Забастовок Работники Отвечают За сохранение Имущества Да Чтобы оно Там не было Повреждено Нарушено И Было предложено Был порядок Чтобы никого Посторонних Не было И было предложено Профсоюзом Организовать Народные дружины Народные дружины Которые бы Как раз таки И занимались Вопросами Обеспечения Сохранности Безопасности Были приглашены Руководители Службы Которые занимаются Охраной порта Были приглашены Руководители Отдела Водного транспорта В милиции Ну как Милиции На водном транспорте Которые Курируют И мы у них Попросили А не могли бы Вы провести С нами Тренировки Вот Не могли бы Вы нам Спортзал Предоставить И вообще Не могли бы Вы нас Организовать У нас же Были в свое Время Советские Дружинники Вот мы Хотели бы Организовать Дружину Из докеров Для охраны Правопорядка На меня До сих пор Остает Это глубокое Впечатление Лиц Руководителя Охранной Структуры И руководителя Отдела Водного транспорта У этого Улыбка Такая Пошла На лице Такая Удивительная А у Которого Отвечает За охрану Он что-то Сгрустнул Вот он что-то Сгрустнул Потом мы Поняли его Грусть И эту грусть Он донес Я так понимаю До своих И это тоже Сподвигло Работодателя К принятию Тоже Шагов То есть Они там Наверное Поняли Что ничего себе Ситуация Дошла До того Что главным На причале За все Будет отвечать Кто Докер Дружинник Он скажет Это У него повязка Он вроде Облачен Законом Ему по закону Вроде Как-то все Это дружина Будет Мы предложили Подписать Положение Чтобы это Было все Законно Положение Дружине Ну и Составили Такое Положение Что подписи Были Руководитель Милиции Администрации Профсоюз Мы гарантируем Вы обязуетесь Мы обязуемся Вы гарантируете Ну это конечно Так интересно Мы не дошли До организации Этой дружины Но Место Место имело Быть Так вот Такие вот шаги Предпринимались Такие интересные Нашим профсоюзам Ну вот Теперь Касается Что сегодняшняя ситуация Она конечно Таки В порту Изменилась Изменилась Каким образом Не скажу Кардинально Но В худшую сторону Ну даже Глубоко В худшую Я думаю Что вы Я хотел В начальной лекции Спросить у вас Вы когда-нибудь Слышали Последнее время Кто-нибудь Проводил Сегодня Забастовки Когда Ну то есть Такие забастовки О которых Знала бы страна Скажем так Ну я например За последнее время Ну не слышу О том Чтобы где-то На каком-то предприятии Проходили бы Коллективные действия Где работники Выдвигали требования Повышения Реального содержания Уровня заработной платы А не инфляции Ну не слышно Ну было когда-то В свое время Как бы параллельно Мы шли С ребятами Волжского Из Форда Ну конечно И до нас Я думаю Что они так и не достигли Того уровня Который Профсоюзный Ну так все С работы Который был у нас Поставлен Не в качестве Там самохвальства Какого-то Ну вот По моим Поэтому Вот на сегодняшний момент Не слышно же Да И вот причины Ну причины Тут вот Надо конечно Осмыслить этот вопрос Да Ну например Касаем Это касается Нас Да То что В свое время Работодатель признал О том что Он проиграл Борьбу докерам Не только Вот На уровне Переговорного процесса И забастовочного Ну и по На уровне Информационного Да Я здесь не отметил Одна из форм Неформальных Это также Создать Благоприятное Информационное поле Очень важный момент Его нельзя Ни в коем случае Упускать По Причине того Что Вот у нас были Битвы Не битвы А такие моменты Когда Ну я думаю Что Кто ездит в метро Знает газету Метро Да И было Когда коллективные Наши У нас действия были Нас полоскали И говорили Что мы тут Такие Бузаттеры И так далее То есть было Создавалось Вот это вот Негативное Информационное поле Что нас в этой ситуации Вручало Это свое Информационное Поле Свое у нас было У нас выходилось Если не Еженедельно У нас выходил Спецвыпуск Газеты Докер То есть мы То есть докеры Практически Были всегда В курсе Вот этих всех событий То есть у нас Активно Помимо того Что были собрания Вот именно Информационное Поле Оно было То есть нас И приглашали И телевидение И радио Приезжало к нам То есть это Как сформировать Положительное Информационное общество Чтобы тебя Не только внутри Понятно Тебя поддерживали Да Докеры Ну да Они тебя поддерживают Но чтобы тебя Еще и окружающие То есть Общество поддерживало Это тоже Немаловажный фактор И на самом деле Вот на сегодняшний момент Хочу констатировать То что Этого В нашей профсоюзной организации Уже так Не прослеживается Последний выпуск Он был такой экстремный Может быть Да И как раз таки Бел связан с коллективными действиями Которые предприняли Докеры Вот И они Такое мое ощущение Что их коллективные действия Были предприняты Вопреки Наверное Действиям Руководителей Ну то есть Они столкнулись У них Возникли свои проблемы Связанные были С реорганизацией Причем Тоже не могу не сказать То что Будучи Когда я был председателем И когда был этот вопрос Очевиден Что если пришел Собственник И будет реорганизация То нужно заранее Подстелить соломку И что можно Требовать от работодателя Давайте мы с вами Заключим соглашение О том Что в случае Реорганизации Производства Ну Меня как инициатора Этого Мне не удалось Достучаться То есть Я Говорил что Ну почему Зачем Давайте вот сделаем Потом попробовать Хотя бы Это не нашло Такой большой поддержки А в итоге Имеет место быть Предприятие было Если раньше были Первичные организации Которых были Свои профсоюзные организации Работодатель Проявил реорганизацию Он это все дело Объединил Потом он сделал Свои шаги Очень грамотные Мудры на мой взгляд Он взял Сделал что Но если по закону Требуется Для забастовки Большинству Я его быстренько Оформил Получился Создание Альтернативного Профсоюза Там значит Как говорится По принудительно Добровольному Порядку Была организована Численность И соответственно Что Инициатор Проведения Коллективных Переговоров Ушел Вот Ну и они Наказали ситуацию Конечно таки Да сложной При том При всем Что Мотивация Коллективных Действий Звучала Следующим образом То что При реорганизации Было обещано Заключить то что Коллективный договор Останется без изменений Который был Работодатель Что сделал Он взял Простым путем Свел Коллективный договор К трудовому законодательству И ну так вот Утрируя То есть там Смотреть нечего Но Там работники На мой взгляд Тоже Творчики Подошли К этому вопросу Почему я считаю Творчики Потому что еще Помимо того что Произошла реорганизация Не только производства И там Производственного процесса Тоже произошло И там Поменялась система Оплаты труда Можно сказать Если раньше Было Тариф на премиальные Можно так сказать Да У нас был То есть Тариф Приработок И премии То ребята Убедили Вот Что Сделщина Или сдельна Они будут получать Намного больше И это как получается А без практики Это на самом деле так На самом деле это так Но только 2-3 месяца Ну да 2-3 месяца Тебе обеспечат Чтобы ты совсем Не расстраивался Что ты стал дураком Ну так скажем Мягко Тебе обеспечивают Загрузку Ты начинаешь работать Ты получаешь действительно Значительно больше Ну а потом приходит Все свою Ипостась То есть там Я не отвечаю За грузопоток Грузопоток есть Или нет Так далее Так далее То есть уже так свободно Руки развязаны То есть о чем мечтал А у нас всегда Наш директор Борис Петрович Остов Он говорил о том Что Ну то есть вот Мечта золотая У нас Это как вот В Америке Чтобы Перед проходной Стоял Значит В кепке Каски И говорил Ты идешь Ты не идешь Ты идешь Ты не идешь Вот И то что Вот мы К этому И сколько сделал Столько и получил Все Захотел Миллион там Получить Работы на миллион Ну а Что говорится Другая сторона То что Здесь Что такое Ну это я Я хочу Работаю Я хочу Не работаю Ну и ребята Тоже по этой причине Сказали Ну если вы так То мы значит Вот так То есть они Стали снижать Выработку Да И никто не скажет Что они бастуют То тоже Другой вопрос То есть им не нужно Проходить эти процедуры Забастовочные Предзабастовочные На сдалищине Да Ты снижаешь И снижаешь Определил Что да Мы так На этом уровне Остановимся И посмотрим А что такое уровень Ну да Это производство Это непростая штука Там за тобой Начинают скапливаться Суда Начинают скапливаться Вагоны И тогда возникает Поле для переговоров Вот Поэтому Ну вот Такая вот сторона Формальная Поэтому вот Еще хотел вернуться К тому Что на самом деле Вот И коллективная борьба Это То же самое искусство И к этому нужно подходить Неформально Неформально И только тогда Я думаю Можно достичь Каких-то успехов И каких-то побед Вот Спасибо за внимание Если будут вопросы Готов Может быть На них ответить Спасибо Михаил Юрьевич Вопросы пожалуйста Поздно Спасибо Уважаемые коллеги Юрьевича Спасибо за прекрасный доклад Действительно Очень интересно Из первых уст Услышать Так сказать Человека Который непосредственно Участвовал Во всем этом И знает Всю эту кухню Забастовочную Я хотел задать вопрос Как вы считаете В чем причины Что вот этот опыт Передовой Докеров И о виде диспетчерах Он не распространился На остальные коллективы В России Это связано По вашему мнению С определенным Монопольным положением Докеров И диспетчеров То есть это узкоспециализированная Группа работ Или это с большей организованностью Или с большей сознательностью Как вы считаете Ну как Как говорится Однозначно тут нельзя найти Вот такого простого Ответа Я не смогу Наверное сказать То есть это Совокупность факторов Почему сегодня Не наблюдается Вот такого подъема Ну Профсоюзного движения Ну во первых Давайте начнем с того Что Не так просто На сегодняшний момент Организовать Профсоюзную организацию Если наш опыт Касаем То мы говорим О 90-х годах И мы вышли Из ФНПР То есть Мы вышли Из уже Существующей Профсоюзной организации И история Как бы Я могу сказать На чем Как бы Вот так вот Мы не сошлись На том Что докеры Заявили о том Что ну вот Вы знаете Наши интересы Вот такие Их бы не мешало Бы тоже Рассмотреть И начать Отстаивать А Главное требование Это было Уменьшение Физической нагрузки У нас Не существовало Ограничений У докеров Физической нагрузки И работники Ну там было Там Послали тебе В трюм На мешки И ты вот До конца Всей смены Должен там А существует Еще там Два вагона На два человека Ну так можно Вот И на этом Как бы Вот Организовалось Дальше как происходило Но Дальше происходить Стало Что произошло Нашлись Действительно У нас Лидеры Нашлись В организации Докеры Докеры Могу сказать Разнообразный Разнообразный состав Был в то время В советское время Я думаю Что среди рабочих Было очень большое количество Людей с высшим образованием То есть на самом деле Люди которые Ну Высшее образование И как бы Тоже фактор Который Благоприятствует Например Вот Если у вас Ну Кому мешает образование Никому Наверное Вот Я способствую То есть этот фактор То есть у нас Произошло Объединение Ну и становление Как раз Немножко другие Времена были Это вот как Такой вот Все были заняты В то время Чем это Делением Собственности Да И не такой был Акцент Как раз На рабочих Вот Ну А потом С последствием Мы на себе Стали испытывать Что такое Например Государство Буржуазное Вот Что такое Например Не просто Собственник А собственник Так скажем Грамотный Ну Не знаю Образованный Ну да Что мы говорим О них штат Извиняюсь У всех Какой То есть там И адвокаты Ой адвокаты Юристы Ну то есть Суды за ними И поддержка Всегда имеется И так далее И так далее Пятое-десятое Поэтому этот фактор Конечно Тоже сложный И то что Мы говорим По численности докеров У нас конечно Было большое Хват Сейчас Совсем Другой А то что Вот сейчас Вот А Хотел еще вернуться К тому Что организовать На самом деле С нуля Профсоюз К нам приходили Ребята С просьбой Помочь им Организовать Профсоюз Это проходили Ребята Там были ребята По-моему С Кировского завода Докеры Ну то есть У них Кировский завод Как раз тоже Интересно было У них были свои причалы Кировского союза Где они занимались Погрузкой И вот пришли ребята Попросили им Помочь организовать Профсоюз Чем дело закончилось Их было трое Их троих уволили Вот Мы их отстояли Ну это прошло Три Ну как Процедуры прошли Мы их отстояли Их приняли Потом опять уволили Потом их опять Приняли А потом Их долго там Все это суды За это время Они что сделали Они устроились На другие предприятия Вот И когда уже Им Сказали что незаконно И выплатили всем компенсацию Они честно пришли И сказали Вы знаете Мы устроились Мы сейчас хорошо работаем Не пыльно Не как это У нас все хорошо И спасибо вам Мы получили там Большую компенсацию Еще за то Что у нас незаконно Увалили То есть не получилось И реорганизовать То есть вот факторы Да И на самом деле Вот сегодня Вспомните о том Что какое решение Принял Конституционный суд По поводу Защищенности Неосвобожденных Профсоюзных работников Ну найти человека Сегодня вот такого Да Это такой должен быть Как на мой взгляд Штирлиц Что он должен Организовать таким образом Что работу Да Чтобы никто не знал Кто он Вот Это Как вот В этой ситуации Бороться То есть сделать Организовать профсоюз Ну а хорошо Ну организовываешь Ты предположим Профсоюз И они в принципе Существуют Но а где Вот Какие Как Каким способом Ты Сделаешь Объявишь Забастовку Ну да Ну то есть Пройти процедуру Как Как-то большинство Ну вот Например Было нашим Ребятам Предложено А какая С формой То есть У них вот Нету Меньшинства Сегодня в порту Им было предложено Ну пойдите Попробуйте Таким способом Это доверенность От каждого работника Понятно Что напрямую Работник не придет И не скажет Что Я за вас Ребята Я тут Сейчас вот Стану на Конференции Работодателей И заявлю То что Какие вы Докеры Молодцы Ну не добьетесь Конечно Никто не встанет И не скажет Ну а по поводу Того что Вась Ну-ка Подпиши Ну ты Может быть Не соберешь Сто процентов Если ты Соберешь Ну хотя бы Там Ну Я не знаю Даже если ты Даже 50 Может быть Не соберешь Но какую-то Группу ты Соберешь И какую-то Работу проведешь То есть Ребята не пошли По этому пути Ну вот пока Я не слышал О том Чтобы они Занялись тем Чтобы Для того Чтобы продолжить Коллективные Действия В любой форме Да Ну и в том числе Это проведение Переговоров Проведение Коллективных действий Да Собрать большинство Таким способом Они на это не пошли Есть ли Возможности Других способов Я уверен Что есть Можно найти Потому что Каждое предприятие Оно специфичное То есть Имеет свою специфику И Общего рецепта Вы никогда На мой взгляд Они всегда Будут различаться По Так скажем Тактике Вот Поэтому Вот Я наверное В этом и вижу Что объяснение То что Организовать сегодня Профсоюз Очень сложно Да И непросто И ну Опять таки Есть возможности Так То есть Еще вопросы У меня вопрос Такой Увязан Профсоюз Ну скажем Такая организация Да И Ну У меня Ну Убота На работу Есть Я в федеральном Экспрессе 10 лет Про работу Это Международная Алия Курьерская Вот Ну Там У всех Курьеров У них Было Непосредственное Договор С Компанией То есть Трудового Ну Коллективного Договора Не было Получается Что работник Он находится Один на один С работодателем То есть Он никак Не консолидированный Не объединен И Ну С этим вопросом Сталкивались Да Сталкивались То есть Первичное Профсоюзное Оно Организация Профсоюза Или Договор Своему Сначала Я думаю Первичная Организация А потом Ну То есть Профсоюз Долж Конечно Ну Вот Я Из своего Опыта Если Интересно Расскажу То что Я думаю Что многие Слышали По поводу Заемного Труда То что Создавались Фирмы Как они Называются Аутсорсинг Аутсорсинг Да Аутсорсинг Который Замещан То на что Пошел У нас Работодатель Работодатель Пошел На то Что понятно Когда мы Провели Забастовку Вот И работодатель Понял Что это Такое Он Оказался Не глупым Он Понял Он Что Сделал Он Создал Дополнительную Компанию На базе Учебного Центра У нас И назвал Его Морское Кадровое Агентство Значит В это Морское Кадровое Агентство Принимались Работники Только Только По Срочным Договорам Что Такой Срочный Договор Это Понятное Дело Что Ты Превращаешься Так Это Сказать Мягко В Немую Рабочую Силу Скажем Так То есть Если Что Ты Заявишь То Я думаю Что На следующий Трудовой Договор С тобой Подписан Не будет Никогда Вот Видя Эту Ситуацию А что Это Такое Происходить То есть Начало Замещение У нас Мы стали Видеть Что Работодатель Двигается По поводу Замещения Основных Докеров Основной Производственной Силы В порту Именно Такой Заемным Трудом То есть Там Не распространялся Наш коллективный Договор На этих Работников Они приходят Работают Рядом Рядом Работают У них Другие Ставки У них Срочный Договор Не обеспечены Многими Не соблюдаются Условия Труда Не такие Условия Труда Как у нас То есть Много Факторов И что Мы добились Это Потом Было Принято Решение На государственном Уровне О том Чтобы Запретить Заемный Труд Запрещение Заемного Труда А это Инициатива Это В том числе Участвовал Российский Профсоюз Докеров В поднятии Этого Вопроса На уровне Государственном Чтобы Не было Такого Поэтому На ваш Вопрос Отвечаю Что Первично Что Вторично Ну я думаю Что Каждый Например Ты можешь Прийти И потребовать Чтобы с тобой Заключили Бессрочный Трудовой Договор Но завтра Ты не будешь Работать Если Это Придет Профсоюзная Организация И скажет Что вы Знаете Вы Нарушаете Закон А причем Это есть Нарушение Закона На самом деле Если Открыть Трудовой Кодекс Мы Стали Потому что У нас Была Это Две Золотые Две Мечты Наверное Так озвучивают Работодатели Это первое У нас Это Когда мы Садились По поводу Улучшения Коллективного Договора У нас В коллективном Договоре Было Прописано Следующее Что Все нормативные Акты Идут по Согласованию С профсоюзом Это Это Него Было Как Ком Это Надо Убрать И Мы Тогда Светлое Будущее Вам Обеспечиваем И Второе Это Было По Поводу Того Что Они Пытались Пропихнуть Именно Срочные Договора И Вот Тоже Пока Была Профсоюзная Организация Пока Это Существовало Это Для Ней Ну То есть Вот Был Такой Конечно Барьер Вот И Они Правда Нашли Вот Организовали Зарамками Вот То есть У нас Внутри Компании Ни Одного Докера Не было Со Срочным Договором Договором А кто Был Те Были Вынуждены Потом Заключать Мы Заставляли Администрацию Заключать Бессрочные Договора Поэтому Первичная Организация Первична Вот А Бессрочные Договора Это Конечно Вторичный Результат Будет Большой Работы И Больших Трудов Так Еще Вопрос Товарищи Михаевич Вот Я задам Такой Вам Вопрос У нас Возникла Дискуссия С Ильей Григорьевич Ферберовым Секретарем ЦК РКРП По Идеологии На Красном ТВ Что касается Забастовок То я говорю О том Что у нас Нереальны Именно Законные Забастовки Потому что Для признания Их таковыми Выстроены Практически Непреодолимые Барьеры Поэтому Практически Все забастовки Последних лет Идут с уступлением От буржуазных Законов И мы стремимся Действительно их Поддерживать Да и организовывать Вот что Вы посоветовали Мне ответить По поводу Возможности Невозможности Забастовок Законных Так Ну по-моему Я вот не знаю Конечно боюсь Что у меня так и не получилось Я так подозреваю Вся моя лекция Пошла на смарку Я пытался Пытался сказать То что Скажите кратко Кратко сказать А Нескими словами Чтобы я мог Как записать И донести Нескими Да я не знаю Моя тоже Краткость Сестра таланта Я понимаю Да Ну вот С краткостью Тоже бывает Иногда Трудности После еще лекции Сказать Это кратко Лекции вроде как Законные А вот последнее То что вы на вопрос Денис Борисович Отвечали Вроде как И профсоюз Сейчас не создать И как-то В общем-то Как-то так Очень грустно А это есть противоречие Я в этом не вижу Конечно же Существует Мы живем в государстве Я еще раз хочу вернуться Демократичным У вас есть право? Есть Ну о чем тогда? Вы должны пользоваться Этим правом Я воспользуюсь У меня вот так А для этого Есть вторая часть Моей лекции Это называется Неформальная Неформальная часть Поэтому эти две части На самом деле Они связаны Они не противоречат Друг другу Они без друг друга Можно сказать Не могут существовать Понятно Спасибо Так Все есть вопросы Товарищи? Тогда есть Жирающие выступить? Пожалуйста Я тоже Присоединяю В том умении Что замечательно Сделал Дократ Михаил Юрьевич Тем более Что он Непосредственный Участник А не человек Который Просматривал ситуацию Изнутри Я думаю Михаил Юрьевич Согласится Что в итоге Все забастовки Которые делали Докеры Законными То есть Те кто Оформлялись Все прошли Один раз Было так Что городской суд Отменил Тот же Константин Васильевич С доверенностью От организации Обратился В Верховный суд И Верховный суд Отменил Решение Городского суда Поэтому Опыт Докеров Причем Обширный опыт Опыт Можно сказать Уже сколько лет Получается Почти 15-летний Говорит о том Что можно Можно Если люди Аккуратно Все делают И выполняют Те правила Которые прописаны А чтобы их Выполнять Надо между прочим Знать что надо делать В том числе Скажем Были судебные процессы По поводу Минимума Работ Во время Забастовки Одно время Работодатель пытался Минимум сделать максимум То есть Вот все что вы делали Это Это минимум Ну и вот Если как раз Вот из той компании Где Михаил Юрьевич Работал Товарищи Ходит их К генеральный директор Ты работаешь Один говорит Я Бастую А он делает то что обычно Потому что минимум Западает с обычной работой А второй Который приходит Ты бастуешь Не я работаю Но они ничем Не отличались По своим действиям Поэтому Потом это дело Было все таки Урегулировано И даже на уровне Министерств И на уровне Правительства Что теперь Минимум заведомо Меньше По всем Отраслям И в том числе В результате Этой борьбы По всем Отраслям В которых Значит Необходимо Установление Минимума Работы Во время Забастовки Еще Скажем Одна Законная Мера Мне приходилось Вместе с Константином Васильевичем Ходить В муниципальную Организацию Морской Фасад Которую Прежде чем Начать Забастовку Вы должны Еще Уведомить Муниципальный Орган Которая Расположена Соответствующее Предприятие О том Что будет Забастовка Начальник Этого органа Всячески Смывался Для того Чтобы С нами Никак Не встретиться А что Касается Зам Он тоже Хотел Убежать Но мы Скали Вы Особенно Не убегайте Потому что Мы У вас Не собираемся Спрашивать Разрешение Константин Васильевич Ему Объяснилось Что Вот Бумажка Сейчас Мы Фиксируем Что Мы У вас Были Что Вы Знаете А Больше Нам Ничего Не Требуется Что Вы Думаете По Поводу Забастовки Большую Работу Проделал По выдвижению Трудового Кодекса И по защите Трудового Кодекса Проекта Фонда Рабочих Адемий Он Тем не менее Сначала У него были Панические Настроения Насчет Того Что Все Провалится Ничего Кодекс У нас Все Трудовое Право Пропадет Хотя Он Очень Много Зел Для того Чтобы Это Все Не пропало И В итоге Мы Получили Кодекс С которым Можно Работать Это Во-первых Во-вторых Он Всегда Выступал И Рассказывал Что Невозможно Сделать Законные Забастовки Хотя Сам Он Законные Ни разу Не Делал Да И Как Он Мог Делать Он Учитель В Астрахани Какие Мог Он Делать Забастовки Поэтому Я думаю Что Такие Вещи Просто Нужно Изучать На Практике Те Кто Хотел Тот И То же Сам Возьмите Фордовцев Они Сколько Сделали Законных Забастовок Причем Для того Чтобы Сделать Законные Они Еще Применили Такой Прием Который Не Был В порту Они Рассказывали Об этом На заседании Российского Комитета Рабочих Они Сразу Выставляют Требования По 7-8 Трудовым Спорам И Дальше Начинается Идет Процедура По одному Спору По второму По третьему По четвертому Значит Первые два Провалились То есть Там пока Затормозили Отменили Второй Спор Включают Третий Четвертый Короче говоря Они Всегда Такие вещи Тоже Решали Надо Сказать Это Первое Второе Я хочу Сказать Что законные Даже Незаконные Забастовки А именно Вот Вы Начинаете Забастовку Не Выполняя Никаких Правил Что Должен Делать Работа Особенно Если Пятницу Вечером Тем более И субботу И ночью И утром И воскресенье И так далее И вот приходят Там Эти шум Что делать Бегут в суд Когда В понедельник Прибежали в суд В суд Принимает решение О том Что забастовка Незаконная Допустим Если принимает Так Теперь Почитаем Внимательно Трудовой кодекс Там написано Работники Обязаны Прекратить Забастовку Как только Значит Они получат Как только Уведомление О незаконности Забастовки Получат Орган Возвращающий Забастовку Во-первых Этого органа Нет Поскольку Вот Забастовка Она Незаконная Стихийная Не прошли Никакие Процедуры Во-вторых Если он есть Вот я приду Спрошу Где у вас Забастовочный Комитет Кто может знать Где на заводе Он сидит А он Где обязан Сидеть Они Где он Не обязан Сидеть Они идут К генеральному Директору И даже Если он Знает Какой Забастовочный Комитет Когда Пройдена Часть Процедуры И в общем-то Шла Шла В общем-то Законная Как бы Процедурная Забастовка Но вот Ее признали Незаконной Значит Начинают Искать Этот А как Найдешь Нет его День Ищут Судебные Приступы Шести Посидели Походили И уходят Домой Завтра Приходят Послезавтра Приходят Они идут Генеральному Где ваш Иванов Петров Сидоров Которые Обозначены Но во время Забастовки Они же не обязаны Быть на рабочем Месте А забастовка Должна Закончиться И работники Должны выйти На работу На следующий День После того Как будет Урочено Решение Признание Забастовки Незаконной Вот Ну и Пробастовали Это временно И хватит А зачем Длинную Забастовку То есть Забастовки Можно и такие Делать Но я хочу Не об этом Рассказать Хочу сказать Что Вот это Так сказать Настроение Что невозможно Сделать Забастовки Оно Никакой Хорошей Службы Нам не Сослужило И одной Из причин Является Того Что Нешироко Распространены Забастовки То есть Вместо Чтобы Людям Поучиться Я хочу Сказать Что Вот эту Книгу Она же Это не простая книга Эту книгу Финансировали Авиадиспетчеры И Профсоюз Защита Труда Для того Чтобы она была Издана Она была Широко Распространена Среди профсоюзных Организаций И кто делал По ней Точно так же Как у нас Была маленькая Книжка Сказаном Азбука Забастовочной Борьбы И те Кто по ней Шли Те и выиграли А те Кто по ней Не шли Те и не выиграли Поэтому Я думаю Что это В общем Вопрос Правилов Можно выиграть Можно и не выиграть Могут быть Выигрышные Забастовки Могут быть Невыигрышные Так Зачем Это делать Забастовку Когда сидишь Все время Вот Прямо писал Генеральный директор Что мы посмотрим Через две недели Что у вас В семье Будет забастовка Потому что Он думал Что люди сядут И будут сидеть И зарплату Они будут получать А тут был преработок То есть Если Они на час Всего Остановку делали Час По так сказать Принятой Норме Забастовки Определил Забастовочный Комитет Но Этот час Означал Что они за более Короткое время Сделают Свою работу Поэтому они получали Примерно такую же Самую зарплату А потом ликвидировали Своих ручные работы Работы В выходные дни И летом Они отдыхали Гуляли И вообще Не ходили Выходить из такого состояния Еще трудно было Их оттуда вывезти Все отлично Хорошо Никто не мучился Так что Я думаю Что это Надо такую Идею Гнилую Преодолеть Это первое И второе Вот о чем тут Поставили Вопрос С чем связано Связано С политическими Вопросами Вот я думаю Что из доклада Конкретного доклада Михаила Юрьевича Ясно Что он все время Имеет Люди начавшие Официальную Забастовку Все время Имеют дело С законными Структурами Государства Они имеют дело С судом Они имеют дело Так сказать И с прокуратурой Вот прокуратуру Тут вызывали Товарищи Вот только что Недавно Совсем Тех которые Делали Просто-напросто Уменьшение работы Раз у нас Взделенное Я могу Больше работы Больше получаю Меньше работы Меньше получаю Я хочу меньше получать Меньше работы Никакого нарушения нет Тем не менее Они их таскали Прокуратуру Вот То есть Сразу Выясняется Что люди Вступают Люди Делающие Забастовку Вступают В конфликт Конечно Не только Со своим Работодателем А с государством И это государство Стоит на стороне Работодателя Но оно Вот так сказать Соблюдает По крайней мере Такой Делает вид Что оно Нейтрально То есть Поэтому Конечно От Забастовки Любой Достаточно Широкой До Политического Действия Тут один шаг И оно становится Сразу Политическим Действием Причем По воле Работодателя Который сразу Бежит к государству А с государством Стычка Это ясное дело Политическое действие Поэтому Таких Больших Забастовок Которые не были Политическими Фактически Не бывает Ну и Последнее Что я хотел бы Сказать Что Вот что Изменилось у нас На политическом поле Раньше Так сказать У нас были ФНПРовские Профсоюзы Которые Быстро Подпали Под влияние Единой России То есть Ужасной партии Потом С легкой руки Того же Шейна Который очень активно Продвигал Так сказать Еще на съезде Защиты Труда Идея о том Что давайте Войдем в КТР Давайте войдем в КТР Чтобы вошло в КТР Федерация Профсоюзов России Федерация Профсоюзов России Она в общем Так сказать Так настроена Коммунистически Защита труда Коммунистически Настроенная Ну дескать Вот давайте Мы войдем В КТР Для единства Ну и надо сказать Что вот товарищи Так сказать Я тоже присутствовал На этом съезде Мы так предупреждали Что как бы не получилось Что мы попадем В ловушку Здесь Ловушка такого рода Что вот пообещают Что будут поддерживать Программу коллективных действий А это не будут поддерживать Так и получилось И вот Александр Владимирович Золото там выступал Я там выступал Разговаривали мы С товарищами Что вот так это легко За вторую котлету Которую там Шейн выставил И сразу Дали больше кормить Даже стали Там это все было В доме отдыха Проходил съезд И вот короче говоря Защита труда Приняла такое решение Потом Федерация Профсоюзов Приняла такое решение И КТР Так красиво украсилась Значит Во главе Стоит Член президентского совета Товарищ Кравченко Я думаю Всем понятно Что так сказать Вот во главе Стоит Представитель работодателя Дальше есть Председатель Простите Президент Профсоюз моряков Значит Президент Профсоюзов Диспетчеров Стал генеральным Сектором Оказался как бы Втянутым в это дело И тем самым Федерация Профсоюзов России Которая Единственная Имеет Красное знамя Как свой символ Она тоже оказалась Под этой шапкой А шапка Это в целом Контролируется На сегодняшний день Справедливая Россия А справедливая Россия И партия работодателей Поэтому Поэтому Единственный Так сказать Выход из этой ситуации В том Чтобы партии Которые претендуют На роль Партии рабочего класса Хотя бы в становлении Они бы не подпадали Под эти шапки А пытались бы Непосредственно Участвовать В организации Забастовочного движения Иначе Вот эти все Нынешние Профсоюзы Которые являются Приводными Ремнями Буржуазных партий К массам Они гасят Всякую Забастовочную борьбу Политическим образом Деполитизация Идеологизация Закончилась Идет Спартизация Идет Политизация Очень сильная И поэтому На сегодняшний день Сказать Как-то построить Эту работу Без того Чтобы Непосредственно Рабочие партии Занимались Забастовочной борьбой Невозможно Вы на позднее Я предлагаю Прикрасить Приняю Поблагодарить Еще раз Михаила Юрьевича И дать ему В заключении Слово Постараюсь В связи С перебором Лимита времени Кратко И вернуться К искусству Просто тут Не зря Упоминались Шахматы Игра в шахматы Мои дети Тут как-то Увлеклись шахматами А мне теперь Приходится От них не оставать И это читать И в шахматах Есть Два Понятия Таких Что такое Стратегия И что такое Тактика Стратегия Отвечает На вопрос Что делать И поэтому К этому Можно говорить Что на сегодняшний день Нужно иметь Стратегический Курс Это что Исполняя Буржуазные законы Проводить Формальные Забастовки Ну а по поводу Тактики Которая отвечает Как сделать То есть Как сделать Формируется Из Практики Коллективных Действий Из опыта Профсоюзной борьбы Поэтому Нужно И то И другое И желаю Чтобы это то И другое Конечно Имело место Быть Иначе Как это говорится Не дождешься Прогресса В нашем обществе Спасибо большое Спасибо Следующее занятие У нас Четверг Плановое занятие Тема Последствия Приватизации В России Лектор Доктор экономических наук Профессор Володич Василий Николаевич Спасибо Спасибо за субтитры